всем привет меня зовут роман сельхудинов рад вас видеть на своем канале сегодня в компас 3d мы с вами создадим модель сердца возможно это последнее видео на youtube поэтому обязательно подпишитесь на мой яндекс дзен ссылка будет в описании это полная копия моего канала также подпишитесь на мой телеграм-канал на группу вконтакте ну и на другие соцсети чтобы мы с вами не потерялись все ссылки будут в описании желаем вам приятного просмотра месяц назад примерно в одной из социальных сетей компас 3d было коротенькое видео по созданию данного сердца а сегодня я вам покажу пошагово как его создать при создании данного сердца мы будем использовать команды контур поверхность по сечениям кривая пересечения и другие прежде чем мы начнем хочу вам порекомендовать видео курсы эффективная работа в компас 3d часть 1 и часть 2 данные видео курсы помогут в короткие сроки изучить компас 3d все построено по принципу от простого к сложному подробное описание видео курсов вы найдете по ссылке под роликом приступим на панели системно нажмем по кнопке создать выберем новый документ деталь для начала создадим два эскиза в каждом эскизе у нас будут сплайны эти сплайны будут описывать контуры сердца начнем а кликнем по плоскости zx выберем создать эскиз и для начала давайте создадим отрезок это будет вспомогательный отрезок из точки начала координат ведем вниз далее нажимаем клавишу escape кликнем по отрезку в контекст на меню выберем утолщенное мы с вами поменяли стиль линий запустим команду авторазмер и длину сделаем 170 это для того чтобы сердце было у нас с вами примерно одинаково далее на панели геометрия мы раскроем весь список вот по закрашенному треугольнику нажмите все команды отобразятся запустите команду сплайн по точкам и сейчас мы с вами создадим сплайн из шести точек давайте укажем начальную точку далее вторую третью четвертую пятую и шестую то есть вот создайте такую половинку сердца ну а если вы хотите чтобы у нас было один в один я сейчас быстренько виду координаты точек если вы не успеете нажмите на паузу и также их задайте и так . 2 по x 40 по игрок 22 . 3 по x 92 по игрок также 22 . 4 по x 120 по игрок минус 27 . 5 по x 87 и по игрок минус 99 нажимаем колесико мыши вот такое у нас с вами вот такой контур получился и выйдем из режима эскиз и так вот такая половинка создадим еще один эскиз кликнем по плоскости за ты игрок нажмем по кнопке создать эскиз также точно нажмем правую клавишу мыши выберем повторить спальни по точкам из точки начала координат создадим сплайн из пяти точек вот 1 2 3 4 и 5 здесь вот привязка сработала опять же если хотите чтобы было как у меня давайте введем координаты . 2 38 . игрок минус 11 далее . 3 по x 59 по игрок минус 53 . 4 по x 47 и . 4 по игрок минус 123 я нажимаю колесико мыши и завершу команду если вы хотите если вы не водите координаты можно нажать по кнопке отображать степени свободы на панели быстрый доступ и вот за эти точки перетащить эти характерные точки у вас сплайн изменится ну что ж я завершу эскиз посмотрите у нас с вами есть два эскиза которые описывают у нас контуры сердца ну и сейчас мы каждый эскиз преобразуем в пространственные кривые давайте набор инструментальных панелей каркас и поверхности откроем запустим команду контур здесь способ выберем вручную способ прохода укажем эскиз 1 вот отобразился он нажимаем колесико мыши контур 1 создан команда активно укажем эскиз 2 нажимаем колесико мыши контур 2 создан ну и сейчас это у нас пространственные кривые я вот закрою команду от 1 криво и 2 сейчас эти пространственные кривые можно зеркально отразить запустим команду на панели массив раскроем список выберем зеркальный массив укажем контур 1 далее кликнем в это поле укажем плоскость плоскость будет z игрок вот укажем ее нажимаем колесико мыши вот что получилось команда активно укажем контур 2 кликнем это поле плоскость укажем вот эту плоскость zx и нажмем колесико мыши завершим команду посмотрите у нас с вами сейчас 4 пространственных кривых то есть это у нас каркас сердца и сейчас на этот каркас можно натягивать поверхность мы с вами сейчас запустим команду поверхность посещения очень важно начните указывать объекты вот с контура 2 позже объясню почему давайте укажем контур 2 далее вот эту копию вот эту копию и контур 1 вот у нас что получается здесь нет поверхностей в окне параметры здесь выбира замкнуть траекторию поставим галочку все поверхность появилась на фантоме и нажимаем колесико мыши посмотрите мы с вами создали поверхность посещения далее будем создавать смещенные плоскости чтобы в дальнейшем воспользоваться командой кривая пересечения чтобы получить кривые пересечения которые мы в дальнейшем будем вытягивать сейчас все увидите давайте запустим команду смещенная плоскость и укажем базовую плоскость базовая плоскость это у нас плоскость x y вот фантом появился в двадцатой версии можно задавать количество вот нам нужно 2 вверх поэтому я ставлю цифру 2 если у вас более ранняя версия то создать их по отдельности нет где-то можно воспользоваться массивом и так здесь нужно 2 я нажимаю колесико мыши вот две плоскости созданы далее вниз нам нужно еще создать плоскости давайте укажем базовую поменяем направление количество 16 я нажимаю клэш enter посмотрите на фантоме очень удобно что в одной команде можно задавать количество то есть не надо создавать массив по сетке нажимаем колесико мыши все плоскости смещенные созданы в количестве 18 штук и сейчас мы с вами будем создавать кривые пересечения запускаем команду кривая пересечения с панели каркас сейчас нам нужно указать нашу поверхность кликнем по ней ну и в это поле набор поверхностей нужно указать все наши смещенные плоскости ну и также плоскость x игр давайте из дерева построения вот так вот все плоскости укажем так и также раскроем начало координат укажем плоскость x игрок посмотрите на фантом вот я нажал колесико мыши сейчас созданы кривые пересечения именно в тех местах где плоскости пересекали нашу поверхность в принципе давайте команду закроем сейчас поверхность можно скрыть вот поверхность по сечения можно скрыть также зеркальный массив можно скрыть ну и в принципе давайте на панель быстрый доступ так будет быстрее сразу скроем все конструктивной плоскости нам осталось чуть-чуть выдавить помните в начале я говорил что поверхность по сечениям лучше начинать указывать с контура номер 2 вот если посмотреть на кривые вот эти да они все состоят из единого контура вот если бы мы сначала указали контур 1 и создавали бы поверхность то некоторые были бы состоящие из двух контуров и пришлось бы эти контуры сначала соединять что потом выдавливать здесь у нас все контуры они цельные вот такой нюанс я заметил ну что ж давайте выполним выдавливание левой клавишей мыши кликнем контекст на меню выберем выдавливание сейчас нам нужно указать сечение мы будем указывать из окна построения давайте все сечения укажем от 1 2 здесь также укажем и вот так вот все эти сечения указываем вот мы их указали сейчас давайте кликнем сюда где направляющий объект укажем плоскости x y в качестве направляющего объекта так сейчас вот система задумалась должен сейчас отобразиться фантом так вот фантом есть расстояние поле активно впишем 2 и нажимаем колесико мыши посмотрите что сейчас произойдет система нас спрашивает оставить все до оставить все то есть вот эти все элементы будут созданы нажимаем еще раз колесико мыши и посмотрите вот мы с вами создали выдавливание закроем команду сейчас скроем все вспомогательные объекты ну и посмотрите вот наше сердце готово далее давайте правой клавишей кликнем выберем здесь свойства модели и зададим цвет выберем вот этот цвет красный такой светло-красный нажимаем ok посмотрите сердце готово надеюсь у вас также все получилось свои вопросы по будущем видео пишите ниже в комментариях ну и обязательно подпишитесь на мой яндекс цен на мой телеграм-канал на группу вконтакте ну и на другие соцсети чтобы мы с вами не потерялись возможно скоро youtube заблокирует и мои ролики уже не будут доступны к просмотру на территории россии в общем обязательно подписывайтесь все ссылки будут в описании я желаю вам хорошего дня всем пока подписывайтесь на мой канал